МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Океанариуме и зоопарке Планета-Океан. Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русские осетры и белоперые акулы прямо над головой. Спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря. Собственный охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных». Это океанариум Планета-Океан в парке «30-летие Победы». Сегодня вы узнаете в подробностях. Зачем глава курорта посетил станицу Гостогаевская? Где построят новую школу? Зачем усилят контроль за туристами? Как обманули отдыхающих и не только? Власти курорта обещают решить проблемы с водоснабжением в Гостогаевской. Василий Швец побывал с рабочей поездкой в сельском округе. Вместе с главой округа, директором Анапа-Водоканал, депутатами совета, мэр Анапа, осмотрел водозаборные сооружения в хуторе Малочекон. Напомним, этим летом в Гостогаевской огромные проблемы с дефицитом подачи воды. Власти мущие объясняют это активной миграцией высоким потреблением. Из-за этого водоканал вынужден ввести ограничения в подаче. Сколько сегодня водопотребления? Потребность какая сегодня установится? Мы сейчас раздаем порядка 3200, с учетом графика. Потребность где-то в районе 4200. Порядка 1000 штуков не хватает. Василий Швец поставил задачу оперативно. Начинать проводить разведку и готовить проект для проведения в межсезонье всех необходимых работ, чтобы к следующему сезону Гостогаевская больше не испытывала перебоев в подаче воды. Вы должны проектироваться и в этом году уже буриться минимум на 5000 единовременной добычи. Минимум. Что вам для этого нужно внести и скорректировать инвестиционную программу? За счет вне бюджетных источников, за счет наших бюджетных источников, это уже второй вопрос. Это значит предусматривайте, чтобы в программе это было. У нас должен быть с вами резерв. 4200 – это как раз сейчас пик нагрузки. Это сейчас как раз в том числе поливают сады, это в том числе предприятия работают, люди работают, водопотребление большое. Соответственно, значит, делайте из расчета 5000 добычи, как минимум. Василий Швец провел выездной прием граждан. В Доме культуры станицы Гостогаевской собрались местные жители, которые озвучили мэру Анапы, волнующие их проблемы, о чем говорили и что решили далее в сюжете. Был поднят вопрос расположения земельных участков, выделенных еще 10 лет назад для многодетных семей. Частично земли находятся на болотистой местности. Мэр Анапы поручил управлением ЖКХ и капитального строительства продумать, как можно решить вопрос с водоотведением, просчитать стоимость работ. Также жители попросили отремонтировать к началу учебного года улицу Набережную, по которой дети добираются в школу. В этом году в станице запланировано асфальтирование участков улиц Набережной, Колхозной и Свободы. Василий Швец поручил управлению ЖКХ взять эти работы на особый контроль и завершить до 1 сентября. И не только по Гастагаевскому. По Гастагаевскому, в частности, все, которые у нас эти работы есть, нам нужно максимально завершить до 1 сентября. Там, где, тем более, идет вопрос о доступе к социальным объектам. Все хорошо. Посмотрите сейчас быстренько, правильно. Распределите все свои силы. А еще мэр Анапы поблагодарил станичников за активное участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Комфортная городская среда». Он отметил, что они голосовали активнее всех и в результате победил проект реконструкции парка и стадиона в станице Гастагаевской. Мы активно приняли участие в голосовании «Комфортная городская среда». Четыре населения пункта у нас соревновались между собой. Гастагаевская выиграла. В следующем году выголосовали больше всех и активнее всех. В следующем году мы планируем до конца года, я буду своим коллегам ставить, Алексей Геннадьевич, начальник управления ЖКХ, чтобы до 1 сентября мы постарались в следующем году уже все эти работы по реконструкции нашего с вами красивого парка, центрального, завершить. Также Василий Швец сообщил, что по просьбам местных жителей решен вопрос о строительстве универсального спортивного комплекса на улице Лозовой. Выделен земельный участок, в этом году начнется проектирование объекта, чтобы в следующем приступить к строительным работам. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал. Также в рамках рабочей поездки в Гастагаевский округ мэр Анапы побывал на территории нескольких социальных объектов. Школа номер 31 построена в 1962 году. Здание оставляет желать лучшего. Василий Швец предложил на месте устаревшего учебного заведения построить новую школу. Какого года постройки здания? 1962 года постройки здания, требующего особого внимания здания. На сколько здесь расчетная? 400, по факту 530. 530 у нас. Швец поставил задачу в следующем году готовить проект, чтобы в 2024 году построить необходимый станиц и социальный объект и детально продумать вопрос, как оптимально перераспределить детей, чтобы во время стройки не прерывать учебный процесс. Задача к 1 сентября вам поставить на кадастровый учет, земельный участок. И параллельно сейчас одновременно отрабатывайте быстро с нашим финансовым блоком, с Балаевой, ей поручение. Выделение денежных средств в этом году уже на ее переходящий контракт, на ее проектирование. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – салон красоты Натали по адресу улицы Новороссийская, 281. Салон красоты Натали предлагает широкий спектр услуг. Здесь каждая новчанка сможет почувствовать себя принцессой благодаря чуткому отношению профессиональных мастеров. А новские мужчины наверняка оценят демократичные цены. Помимо стрижек, окрашивания волос и укладок, как для взрослых, так и для детей, здесь проводят процедуры по лечению волос и наращиванию волос. А также к вашим услугам маникюр и педикюр, ламинирование и наращивание ресниц, коррекция и окрашивание бровей. Все виды массажа, восковая эпиляция и не только. Салон красоты Натали позволит вам выглядеть великолепно в любой момент. В Анапе усилят контроль за туристами, контроль за исполнением новых правил заселения в отели, санатории, пансионаты и другие средства размещения Краснодарского края, которые начнут действовать уже с 1 августа, возложен на мониторинговые группы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. В состав группы войдут сотрудники Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, представители муниципального образования и правоохранительных органов. Напомним, с 1 августа заселение в отеле и пансионате на территории города-курорта Анапа возможно исключительно при предоставлении документа о перенесенном ковиде или сертификате о коронавирусе, либо справке о сделанной первой прививке или при предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста. Турист обязан сделать прививку в течение трех дней с момента заселения. Исключение составляют люди с противопоказаниями к прививке. Им нужно предоставить справку о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста. На краже золота попались молодые люди на курорте. В дежурную часть полиции с сообщением о проникновении в ее дом обратилась 78-летняя жительница Анапы. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и установили, что пропала шкатулка с ювелирными украшениями общей стоимостью около 40 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности и местонахождение злоумышленников. 28-летнего анапчанина и 20-летнего приезжего из соседней республики задержали на одной из улиц Анапы. При личном досмотре у одного из них обнаружили и изъяли декоративный элемент похищенного у потерпевшей кольца. Установлено, что молодые люди проникли в дом, потерпевшие через незапертую дверь. Похищенные золотые изделия они сдали в ломбард, а деньги потратили. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье кража. Им грозит до 6 лет лишения свободы. На период предварительного следствия оба заключены под стражу. Я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – Аптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Аптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, Восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. В Анапе туристов вновь развели на деньги. Бабушка решила порадовать внучку и согласилась нанести ей на кожу яркий рисунок. По ее словам, в прескуранте значилась сумма от 150 до 200 рублей, каждому по карману. Однако, после того, как розовая татушка была готова, ценник поднялся в 15 раз. Тату это стоило в 2900 рублей. У меня чуть инфаркт не случился, делится женщина на видео, попавшая в социальные сети. В итоге туристка все-таки заплатила указанную сумму, но вот вернуть деньги, скорее всего, не получится. На подобных точках, как правило, не дают чеки и доказывать, что тату делали именно здесь будет очень трудно. Далее прогноз погоды, спонсор прогноза погоды, океанариум в парке, 30-летие победы. Здесь всегда есть на что посмотреть и чему удивиться. Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке Планета Океан. Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой. Спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря. Собственно, охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача «Мире животных». Это океанариум Планета Океан в парке, 30-летие победы. В пятницу, 31 июля ожидается солнечная погода, температура воздуха днем плюс 29 градусов. Влажность воздуха 59%. Весер подует юго-западный со скоростью до 4 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 23 градуса. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, события и факты. Все это на сайте anapanews.com, на странице в Инстаграм, ну и, конечно же, в Одноклассниках. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова